Наш предмет — основа вычислительных видов. Чем занимается этот предмет? Я сейчас буду выписывать некие ключевые слова. Обработка текста. Вот обработка текста понимается преобразование неструктурированного. Представление текста. Электроструктурированное представление. Эта область является подможеством такой науки, как information retrieval — извлечение информации. Вот эта большая область может извлекать информацию не только из текстов, да? Но когда мы говорим про тексты, мы подразумеваем, что мы извлекаем информацию из текста. Извлечение информации — это когда из некоторого объема каких-то данных нужно извлечь требуемую в прикладной задаче информацию. Например, в поисковых системах вы извлекаете список документов по запросу. В вычислительной лингвистике есть ряд промежуточных представлений, которые используются для обработки текста. На входе у нас есть plain-текст, обычно неструктурированный текст. Производится его лексический анализ, синтаксический анализ и семантический анализ. Дальше вот здесь, между ними есть дополнительные операции — это морфологический анализ, то есть значение грамматических значений. Такое сокращение можно использовать. Это исправление опечаток, это снятие амонемии. Слово амонемии тоже надо запомнить. Амонемия — это неоднозначность. То есть английский анализ. Соответственно, снятие амонемии, разрешение неоднозначности — это 10BG. Синтаксический анализ заключается в том, что по токену ставится в соответствие тривовидное представление, где описаны отношения между словами. При этом отношения между словами могут быть описаны как в одном предложении, так и на уровне нескольких предложений. Например, когда мы хотим узнать, мы говорим, я был телефон, точка, он плохой, точка. Он — это кто? Это телефон. Соответственно, здесь будет некая ссылка, называемая амфорическая ссылка, которая будет указывать, что он — это телефон. Это называется разрешением анафора. Здесь нужно запомнить слово грамматическое значение, амонемия. Здесь токен. Токен означает текстовое представление слова, текст, слово, собственно, плюс его значение. В языках программирования, если такое примерно напишем, вот это токены, значение их соответствующее. Здесь значение тип, значение переменная, значение оператор равенства, значение LHSO — это токены. В соответствии с текстовым языком все то же самое. Разрешение неоднозначности является существенным аспектом, он действует на всех этапах обработки текста. Собственно, вот. То есть, о чем этот предмет? О том, что мы получаем из одних текстовых представлений другие текстовые представления для решения прикладной задачи, и при этом нужно разрешать амонемию. И нужно использовать вот эту вот цепочку. Обычно используется такая цепочка обработки текста. Некоторые элементы могут не использоваться, некоторые, наоборот, добавляться. Вот. Это второй аспект. Третий аспект, о котором мы говорили. То, что есть rule-based-система, которая основана на правилах, и data-driven. Rule-driven и data-driven. Системы, управляемые правилами, и системы, управляемые данными. Системы, управляемые данными, работают следующим образом. Они, скажем так, обучаются делать то, что требуется, на основании того, что на него описываются входы и желаемые выходы для этих входов. Вот эти входы с выходами называются лингвистики корпуса. Корпус. Например, вы можете составить корпус, где описаны грамматические значения, которые нужно назначить словами. Мама мыла. Мама мыла. Мама мыла. Вот здесь вот у нас грамматическое значение, это имя существительное, с соответствующими подержаниями и прочими характеристиками. Вот это вот либо глагол, либо это тоже существительное, короче, в родительном падеже. И здесь нужно определить, что мыло это глагол. Вот это как раз на самой неоднозначности. И вот в таком корпусе мы можем указать, что это точно глагол. Это можно потом учесть для построения системы разрешения неоднозначности. Соответственно, data-driven, они обучаются, обычно говорят, что система, она обучается, и говорят о машинном обучении. Мы об этих методах с вами поговорим в этом курсе. И корпус представляет собой вход и ожидаемый выход. А rule-based — это когда вы явно задаете правила, которые должны выполнять анализ. То есть в одном случае, в случае data-driven, мы могли бы обучить систему строить деревья на основании корпусов, размеченных деревьев. А во втором случае — это мы должны описать правилами, как именно нужно строить эти представления. Явно задать этот процесс. И имеет место комбинация этих систем для достижения результатов и лучшего качества. Вот, собственно, все, о чем мы говорили. Да, последний момент. То, что это дисциплина, она на стыке трех дисциплин. Это программная инженерия, это computer science и это, собственно, лингвистика. Лингвистика — это описание языков как математической модели. Software engineering — это создание программных комплексов, это оптимизация программ. Computer science — это различные алгоритмы. Это машинное обучение, это теория вероятностей, прикладная статистика. И все это сочетается в этом сочетании и дает нам веществительную лингвистику. Соответственно, в разные времена эти области по-разному развивались, но в итоге они сейчас комбинируются для того, чтобы получать результат. Окей. Мы с вами немного говорили о качестве. Чтобы система выполняла определенные действия с каким-то качеством. Потом понятно, что корпус мы можем использовать для того, чтобы оценивать качество работы системы. То есть, если у нас некая система по входу, система у нас по входу дает выход. Неважно, какое это могут быть деревья разбора синтаксического, это могут быть токены. Вот. И мы хотим оценить, насколько хорошо она работает. Понятно, что эту оценку можно произвести, если у нас есть размеченный корпус. Поскольку мы знаем в этом корпусе, какие выходы должны быть для входа. Вот. Теперь, как оценивать качество этих систем? Какие существуют метрики для оценки качества? Оценка качества. Почему это мы обсуждаем сейчас? Просто потому, что на протяжении всего курса мы будем говорить, что одна система дает такое-то качество. Другая система дает такое-то качество. Вот что это за качество? Как его оценивать? Давайте введем некоторые определения. Представим, что мы хотим извлечь некоторые объекты с множеством. Например, мы хотим извлечь документы из поисковой системы по запросу. То есть, у нас есть некая генеральная судопутность объектов, которые мы извлекаем. Допустим, 6 документов, которые мы можем извлечь по определенному запросу. И если у нас пользователь задает запрос, Некоторые запросы, например, наоборот, ключевых слов допустим, То мы ожидаем в качестве результата работы системы Некоторые подможества этого множества омин. Например, мы знаем, что по ключевым словам, например, машину купить. Мы просто знаем. Мы можем посмотреть каждый документ, который есть в поисковой системе. Понятно, что на самом деле мы не можем этого сделать. Но представим, что это так. То есть, у нас очень ограниченная коллекция. 6 документов. Мы вводим запрос, определенное ключевое слово, И по нему нужно извлечь вот такие документы. Мы это знаем. И при этом, у нас есть некоторая система Е. Ну, engine, да, сокращение. Которая умеет сама по запросу из вот этого множества омега извлекать результат. Вот. И допустим, она вернула вот такой результат. Как оценить качество этого результата? Во-первых, мы видим, что вот здесь эти элементы совпадают. Здесь два элемента, а всего пять элементов. А здесь всего три элемента. И получается, что вот из этих вот трех элементов мы извлекли два элемента. Но при этом из пяти элементов только два являются правильными. То есть, вот что мы ожидаем, вот что мы получили. Давайте введем определение. Полнота. Recall. Полнота работы системы на вот этом множестве. она равна мощности пересечения множества ожидаемых документов и изученных документов. к мощности множества с. То есть, мы оцениваем, сколько система может извлечь нужных документов. Насколько полна ее работа. Мы получаем, что полнота эта система равна две трети. Правда, эта оценка, она справедлива только вот для данного запроса на самом деле. Но это не страшно, это потом можно усреднить, ввести некую интегральную оценку по множеству запросов. Полнота. Понятно, да? Полнота. Теперь точность. Это пресс-вижен. По английски. Тоже точность системы от E на множество ломена. Это величина равна отношению пресечения вот этому же, да? На мощность E. То есть, мы оцениваем, насколько система, скажем так, насколько не зашумлена выдача этой системы. Вот здесь мы видим, что из пяти документов только два нужные, а остальные три лишние. Поэтому точность у нас будет в две трети. Понятно, да? Вы видите, что эти величины, они вообще говоря, являются независимыми, и возникает вопрос, как они себя на практике ведут. Ну, скажем, если я буду увеличивать одну величину, что будет происходить с другой, и наоборот. Давайте посмотрим, как работают эти величины на практическом примере. Допустим, я хочу извлекать из текста упоминание персон. Ну, там, Владимир Иванов, Иванов В.И. Владимир Иванович Иванов, Иванов Владимир Иванович и так далее. То есть, я извлекаю упоминание одной персоной или разной персоной. Предположим, я описываю некий шаблон с помощью регулярных выражений. Кто знает, что такое регулярное выражение? Ну, не так много, окей. Регулярное выражение, ну, оно задает некий текстовый шаблон, мы на регулярное выражение посмотрим попозже немного, через несколько лекций. Шаблон. Значит, вот такие конструкции он возникает. Где у нас идет обозначение имени в виде одной или, допустим, двух букв, первой из которых заглавная точка, некоторое количество пробельных символов. Вот. И фамилия из некоторого множества фамилий, которое заранее определено. Ну, это можно описать как-нибудь. Попробую я задать такое выражение. Например. Большие заглавные буквы, заглавные в русский заглавные буквы. Возможно, одна маленькая заглавная буква. Дальше мы обязательно ожидаем точку. Некоторое количество пробельных символов. Некоторое количество пробельных символов. Можно ноль или более пробельных символов. И некоторое перечисление элементов множества. Ну, это такой стандартный синдексис регулярных выражений. Если я все правильно записал, первое, на следующей лекции или через лекцию. Вот. Что мне позволит делать такой шаблон? Понятно, что если я заранее задал известные фамилии, причем я их так задал, чтобы оно как-то было однозначно поделено, чтобы оно никогда не попадало на конец предложения, например, вот эта точка, и небольшое множество фамилий, типичных русских фамилий. Ванов, Петров, Сидоров и так далее. То вот такой шаблон, он мне будет извлекать из множества омега, где омега – это у нас сочетание слов из текста, он мне будет извлекать некоторое множество R. R – это сокращение у нас от Retreat. То есть мы извлекли вот этим вот выражением, которое образует система E, некоторые входления в текст. То есть точность получается высокая, потому что все, что он извлекает, он извлекает правильно. Ну, практически все, что он извлекает, он извлекает правильно. Я сейчас нарисую график полноты точности. Recall – вот здесь, по Cx, и precision – по Cy. Вот такая система с таким шаблоном. Она работает с высокой полнотой, допустим, 0,9. с высокой точностью, но небольшой полнотой, допустим, 0,1. И у нас получается вот такая точность. С другой стороны, если я начну развивать систему этих шаблонов, я опишу конструкции вида Владимир, Иванов, Иванов Владимир. И всякие разные другие сочетания. При этом понятно, что все фамилии вообще я описать не смогу, поэтому я буду как-то ослаблять вот это место, где описываются фамилии. То есть это уже будет не такое простое регулярное выражение, а, например, что-нибудь типа анализа окончания. То есть я буду смотреть, если у слова определенное окончание, есть там of, in какое-нибудь, да, то я буду определять эту конструкцию как фамилию, и если тут идет имя, а тут фамилию, слово у которого есть такое окончание, там of, in и те, которые я задам, то это будет вхождение персоны. Но таким путем можно начать получать ложные вхождения. Например, какой-нибудь Кремль Московский, да? Вот Московский это как фамилия, но Кремль это не имя, да? Если я принимаю решение не описывать имена, потому что не могу все имена описать, то я буду получать ложные срабатывания. Там город Москва какой-нибудь, да? То есть получается ситуация, когда я по мере повеличения описательной силы шаблонов, их количества, я начинаю получать ложные срабатывания. В итоге я могу получить такую ситуацию. Я могу получить, например, полноту уже 0,5, скажем, но точность при этом упадет до 0,7. И в силу того, что появляется сложные срабатывания, да? Даже до 0,7, пусть до 0,5. Если 0,7, 0,5. И типичной ситуацией является картина, когда мы увеличиваем полноту и начинаем терять точность. И мы можем этот график неким образом максимировать. Вот так, да? Система бывает разная. То есть график может такой получиться, а может и такой получиться, а может, например, вот такой не получиться. Но типичной картиной является именно такая картина, что мы начинаем увеличивать полноту и начинаем терять точность. Открою, ладно? При этом, если я хочу одновременно улучшить и полноту, и точность, то мне, наверное, нужно как-то улучшать алгоритмы работы системы. То есть мне, наверное, придется улучшить какие-то, ну, уточнить вот эти механизмы, например, описать все имена, а для фамилии построить двоичный классификатор. То есть систему, которая на основании каких-то соображений статистических, после того, как она обучилась на корпусе на различном, она будет выдавать для слова, является ли он фамилией или не является. И если да, то с какой вероятностью она является фамилией. Фоминарную классификацию мы сейчас тоже посмотрим. Вот, и путем улучшения алгоритма я могу получать что-то вот такого. Такого типа картину, да? То есть оно будет двигаться постепенно. Потому что будет улучшаться два показателя. Вот здесь, когда мы строили графики, мы как бы систему меняли. То есть у нас был сначала один шаблон, потом другой шаблон, и благодаря вот этому наращиванию количества шаблонов мы получали разные точки на графике. На самом деле, такие графики строят для оценки одной системы, фиксированной. Система фиксирует, но меняют множество, на котором происходит оценка. Потому что у нас есть корпус размеченный. И на этом корпусе мы можем увеличивать объем, по сути. Мы можем проверить на такой области, потом проверить на такой области, на такой области. примерно разного объема. Можно брать разные другие области, да? Больше и меньшего объема в этом корпусе. Вот. И получать различные значения полноты точек стенок. Затем можно отсортировать по recall эти точки. Они будут на плоскости, и можно построить график и максимацию. Вот. Но это два показателя. Конечно, иногда хочется использовать один интегральный показатель, который суммирует некоторым образом полноту и точность. Вот как это обычно делаем. Давайте встану. Сейчас отдаю свою тему. Окей. Вот смотрите. Допустим, сильник системы, которую мы оцениваем, на одном испытании по одному по множеству получила recall, например, 10%. А точность 90%. Сейчас. На одном эксперименте, на другом эксперименте получила полноту 50 и точность 50. Вот. Если мы теперь усредим просто их, то мы получим одинаковое число. Тут 10 плюс 90, 100 пополам 50%. И тут 50%. Вот. Но понятно, что нам система с 10% полнотой практически, ну, она на самом деле мало нам полезна будет, скорее всего. Но это зависит от области, конечно. Но обычно система с такой маленькой полнотой, с маленькой точностью, они не подходят до практических применений. С другой стороны, вот эта вот система, она дала показатель уже получше. Ну, примерно пополам, да? Ну, понятно, что тут вот мы в полноте как-то, но уже выиграли, да? Но при этом у нас подъездилась точность. Вот. И эта система, она уже может быть более предпочтительна для использования, для ее дальнейшей настройки. Потому что мы получим, например, 50-50 вот здесь, и дальше мы можем эту причину подминуть дальше, улучшением алгоритма. А 10-90, вот эту точку, у нас при 7-90, да? Мы будем двигать, но мы все равно будем получать что-то в этой окрестности. И не будет принципиального улучшения качества достигации. Поэтому вот такие оценки, тут 50-тут 50, они не отражают сути вопроса. Для того, чтобы оценить интегрально вот эти две характеристики, вот так называемую эфмеру. Это вот такая ручина эфмера. Она равна среднему гармоническому взвешенному. Вот порядок это не важно. Альфа делить на recall, плюс единица, минус альфа делить на precision. Это эфмера, F альфа эфмера. Ну и по умолчанию берут взвешенные средние. Тут у нас должно получиться в итоге. Сейчас я скажу, чему-то альфа будет равна. F альфа так называемая. Она равна 2pr, делить на t plus f. Вот это precision. Вот. 2, ну тут в общем какой-то альфа берется. Либо тут бренды. В общем я точно не помню, но не суть это можно вывести. Вот это F альфа наиболее часто используемый как интегральный показатель. Можно посчитать, чему это равно, но тут конечно 10%, то есть нужно смотреть не 10 умножить 90, а 0,1 умножить на 0,9. Вот тут их мера будет. То есть в сумме 1 получается, F альфа здесь получается сколько? 2 на 0,1 на 0,9. Кто считает 0,8 да? 0,18 да? 0,18 да? А тут получается сколько? 0,25. 0,25 умножить на 2, 0,5 да получается? И мы видим, что получше уже, да? А не отделим b. Давайте. Вот. Но на самом деле лучше все равно оценивать систему по обоим показателям, потому что вы можете делать какие-то выводы на основании эти оценки. На самом деле для того, чтобы оценить, например, поисковую выдачу, когда у вас не один объект, но вы по сути оцениваете. Вот у вас запрос вводится, да? Вот. И у вас там появляется первые 10 результатов, например, да? Вот. Там вводятся уже специальные метрики для поисковых систем. И возможно мы о них поговорим. Там некая нормировка вводится еще в зависимости от положения элементов списка. Потому что тут мы рассматривали неупорядоченное множество. Но понятно, что в сутковых системах элемент на первом месте, элемент на втором месте, это разные элементы. Это нужно учитывать в оценке. И там будет некая сумма тоже в этой грамме показывать. Но в целом вот помотаем точность. Такие метрики, которые используются для оценки систем излечения информации. Следующая метрика, которая используется для систем дворичной классификации. Что это за системы? Например, вы хотите определить концы предложений в тексте. Вот вы видите точки, знаки точки, да? И вы хотите понять, эта точка определенная, она является концом предложения или не является концом предложения? Ну, система, соответственно, по входу нам выделяет принадлежность этого входа к одному из двух классов. Там ноль или один, да? Является, не является. Это бинарная классификация. Binary Classifier. Или дворичная классификация, да? И здесь можно ввести следующую оценку. Четыре числа, которые коррективизуют качество работы этой системы. Так же, как и в предыдущий раз, мы имеем некоторый различный корпус, некоторое множество различных, в котором говорится, что мы хотим для конкретного ввода. Ноль или один. Мы вводим такие влечения. True Positive. Это количество элементов, которые были правильно определены, как принадлежащие классу True, да? То есть, которые были истинными определены. Правильно были определены истинными. False Positive. Это количество тех элементов, которые должны быть истинными, но стали ложными. True Negative, соответственно. Это количество тех элементов, которые были правильно определены, как истинно ложными. Да? И True Positive. False Negative, да? Это те элементы, которые были истинными, на самом деле они истинные, но их система определила как ложные. Да? Например, вы диагностируете какое-нибудь заболевание у человека, и вы можете построить автоматическую систему, которая на основании набора признаков диагностирует боль на человека или нет. Например, она работает с такими показателями. Вот она дает нам, вот здесь, например, False, сейчас скажу False Negative, True Positive. Допустим, 10. Она определяет правильно, как истинно. То есть, человек болен, и это на самом деле так и есть. Дальше она может определить, что человек, он не болен, то есть класс 0 должен быть, но она определила, что человек болен на самом деле. Это класс, сейчас скажу, какой. Это False Positive. False Positive. Вот, например, сколько-нибудь, 300, да? Вот. Дальше. False Negative. Это когда человек болен, а система говорит, что он не болен. Вот. И True Negative. Это когда человек не болен, и система говорит, что он не болен. Это плохая ошибка. То есть, человек не диагностирует вовремя заболевание. Вот. Вот смотрите, какие ошибки тут бывают. Здесь может оказаться, что система говорит, что человек, значит, False Negative, он на самом деле болен, а система говорит, что он не болен. Это плохая ошибка. То есть, человеку не диагностирует вовремя заболевание. Это ошибка второго рода. Есть еще ошибка первого рода. Это False Positive. Это когда человек не болен, а система говорит, что он болен. Это повод перепроверить каким-то другим образом его состояние. Это ошибка первого рода, более мягкая ошибка. Вот. Задача системы бинарной классификации состоит в том, чтобы извлечь объекты из истинного класса на самом деле. То есть, нам нужно отфильтровать, например, те точки, которые не являются концом предложения, и оставить те точки, которые являются концом предложения. Поэтому вот это множество, множество R, оно будет образовано теми элементами, которые система отнесла к классу истинных, к классу единичных. Вот. А, собственно, какие объекты она к этому классу отнесла? В каком количестве? Тех, которых она определила как True Positive, и тех, кого она определила как False Positive. В свою очередь, на самом деле, у нас True Positive и False Negative имеются. False Negative, это когда у нас должен объект быть в классу 1, а на самом деле система его отнесла к классу 0. Вот. Вот на самом деле это S. В сумме вот такие и такие объекты это S. То есть True Positive, да, оно как было из класса истинных, так и осталось. False Negative, это когда на самом деле оно из класса 1, но система отнесла 0. Понятно, да? И S мы ожидаем тех, кто из класса 1. Вот. Давайте теперь оценим, так, у нас S было, да, и R, тех, кого система извлекла. А R множество, соответственно, оно образовано вот этими элементами. Почему? Потому что система вот этим объектом назначает правильный класс 1, и поэтому получается, что она извлекла в точности вот эти объекты. Извлекла вот эти объекты, а хотим и вот эти объекты. Установили множество. Соответственно, полнота в такой постановке она чему равна? Пересечение это True Positive будет, да? А значит, отношение к S это True Positive плюс полсменник. Точность, соответственно. Точность равна тому же пересечению, отношению к тому же пересечению, к мощности R уже. В данном случае мы выявили просто на основании определения полноты и точности, чему они равны для задачи бинарной классификации. Но это не все здесь, потому что для таких задач можно строить еще один график, который показывает качество работы этой системы. Вот что это за график. Вот здесь по оси ординат мы строим полноту. Там у нас полнота, в прошлый раз она была по оси Х, тут у нас по оси У полнота. Еще эта полнота называется, вот здесь специфика такая вот этой задачки данной классификации, там свое разделение есть. Она называется True Positive Phrase. А еще можно ввести False Positive Phrase. Вот True Positive Phrase, что это значит? Это значит, каков процент элементов, которые система истинно отнесла к истинно положительным. То есть всего мы здесь в полноте ожидали вот такое количество элементов, и отнесли правильно к истинным и такому количеству элементов вот столько. Вот. Есть еще False поиск. Это количество правильно отнесенных, количество ожидаемых истинных элементов. Да, нам еще нужно количество ложных элементов. это False Positive плюс True Negative. То есть это те элементы, которые мы ожидаем, что они будут ложными. True Positive, False Positive плюс True Negative. Ну и соответственно по аналогии здесь мы поставим тоже False Positive. То есть количество правильно определенных отрицательных элементов, которые действительно являются отрицательными. Это понятно, да? И вот теперь смотрите, мы хотим, чтобы... Правильно определенных ложных, которые мы делаем. Правильно определенных ложных, посмотрите. False Positive, это значит, что система определила его как один, а на самом деле оно ноль. Плюс система определила правильно тех, как ноль тоже является ноль. И того вот этот плюс вот этот образует ровно то множество, которое мы хотим получить, чтобы оно было отрицательным. То есть я мог бы написать, что мы на самом деле S0 имеем S1. Вот. Я поэтому и говорю о том, что полнота и точность здесь немного не полны, потому что мы оценивали полноту и точность только для S1. То есть для тех элементов, которые истинными. Должны быть истинными. На самом деле есть еще элементы, которые должны быть ложными, и мы их тоже можем оценить. Вот, в частности, вот это величие. Я просто... True Positive Frame у нас отношение True Positive. Да. True Positive плюс False Negative. False Negative, да. False Positive Frame там отношение будет уже False Positive. Да, True Negative. True Negative, правильно, да. Немного не та симметрия получилась. Да. Правильно. Спасибо. True Negative, да. А теперь... По Y я откладываю True Positive. А по X я откладываю величину 1- False Positive. Она в теории бинарной классификации имеет особое название, но я его сейчас не вспомню. Там... Ну, своя специфика. Не суть важна. То есть здесь вот эта величина откладывается. Что она значит? Мы хотим в случае хорошо работающей системы, чтобы мы получаем как можно большую полноту. Вот. False Positive Rate. Так. Сейчас подождите к этому Negative. Вот это с вами обложили. False Positive Rate. Все-таки тут False Positive должно быть. Потому что это False Positive Rate. То есть это количество неправильно отнесено. Вот. Ну да. А вот тут уже было бы, да. Вот эта величина. Если мы вычтем отсюда единица минус вот эту штуку. ФП, да. Она, по-моему, специфити называется. Величина равна единице минус False Positive. Вот. Действительно, да. False Positive Rate само в себе. Это False Positive. Отношения тех, кто неправильно был определён, как истинно положительными. Мы хотим, чтобы этих промоков было меньше. Как можно меньше. То есть единица минус вот эта величина должна быть как можно меньше. Вот. И тут получается идеальная система. В этой точке. Вот. Единичный квадрат. Единичный квадрат. И диагональный. И мы, как и в прошлый раз, начинаем тестировать систему на разных подножествах. Запускать её на разных подножествах тестового корпуса. И смотреть, какие получаются величины. Вот эти и вот эти. Вот. Сейчас, чтобы нам не запутаться. Тут единица минус False Positive Rate. Значит. False Positive. False Positive. Тут False Positive плюс True Negative. То есть. Истинно отрицательные множества. Да? Вот это fpr будет единичка, когда tn будет равном и другу. Это как-то нехорошо. Сейчас. Единица минус fpr. Вот. Единица минус fpr. Вот. Единица минус fpr. Равна. Давайте сразу единицу минус fpr. Если негатив равна нулю. Это будет единичка. Это будет единичка. Это плохо. Но единица минус f это будет хорошо. Единица минус f это будет хорошо. То есть у нас должно быть хорошо тогда, когда у нас cos равна нулю. Да. То есть вот так должно быть. Суть? О. Все-таки вот так. Ну суть вы поняли, да? Что мы оцениваем количество ложных, количество истинных положительных и истинных отрицательных срабатываний. Вот. Я постараюсь, я вам прощу на следующий раз, как тут все в кефе все правильно описано. По смыслу вроде подходит. Да, false positive. Вот true negative. Соответственно. А, нет. Сейчас. Подождите, подождите. Единица минус false positive. Вот если ноль вот здесь, да? Ноль. Значит оно равно единице. Значит false positive равно нулю. Это хорошо. Значит false positive равно нулю. Но мне нужно, чтобы когда величина была равна нулю, когда true negative равно нулю, это хорошо, что ли? Нет. Когда false positive равно нулю. Да, false positive. Вот так. Понимаете? Беги. Бросайся. Вот так, да. Зашлось. Бросай, разlogу. Когда false positive равно нулю. Тогда false positive равно нулю. Тогда false positive равно нулю. Дальше все хорошо, да, сошлось, ну вот, вычисляем вот эту вот величину, две вот этих величины, и строят опять точки на графике, потом эти точки упорядочивают по оси абсциссы, соединяя кривую это, получается вот такие кривые обычно, что-то вот такого типа, может как-то, ну, на практике вот так вот, вот так идти, да, как-то, не обязательно, она выпухлая, вверх, строго выпухлая, может по-разному получаться, вот, и мы понимаем теперь, что вот эта точка, вот эта точка, у нас является идеальной системой, когда она не ошибается ни истинно, ни ложных объектов.